Аня Людвиговна уже за 60. Говорит, учиться никогда не поздно. К тому же здесь она чувствует себя молодой. Самому старшему ученику этой академии 85 лет. То я могу внучке доказать, что я тоже смогу. Во-первых, я должна быть современной бабушкой, платить налоги, платить жилищные все эти. Так что не в очереди стоять. Пришла домой, открыла, заплатила и спи спокойно. Через полтора месяца они станут уверенными пользователями интернета. В группе 12 человек. Столько вмещает первый компьютерный класс, созданный при Российском экономическом университете имени Георгия Валентиновича Плеханова. Обучать пенсионеров будут по современным методикам. Методика преподавания данного курса строится на интерактивных методах. То есть часть информации будут получать в виде презентации. Полученную информацию будут прорабатывать практически сразу же здесь, на занятиях. Сделать жизнь старшего поколения интересной и полноценной – такой целью задались инициаторы создания первого компьютерного класса для пенсионеров. Общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева при поддержке правительства Севастополя создает в городе ряд обучающих учреждений, в которых пожилые люди за короткое время овладеют навыками работы с компьютером и другими современными гаджетами. Программа обучения компьютерной грамотности рассчитана на полтора-два месяца. То есть как только пройдет полтора-два месяца, люди, выпускники первого курса получат сертификаты. И пойдет вторая группа. Это подписано на длительное время. Но кроме того, что в Гагаринском районе, в Плехановском университете открывается эта Академия третьего возраста, в преддверии 9 мая в Ленинском районе будет открыто центральное отделение Академии третьего возраста. Занятия в Академии начнутся уже с понедельника. Для тех, кто считает, что учиться никогда не поздно, в общественной приемной открыт набор на следующий курс занятий. Написать заявление на вступление в Академию третьего возраста можно по адресу улица Большая Морская, 4.